Добрый день, коллеги! С коллегами мы уже виделись сегодня, и добрый день присоединившиеся участницы. Действительно, да, как уже вы видите на экране, у нас сегодня такая тема очень, скажем так, бодрящая, я бы ее так назвала, про энерджайзеры для управления группой, динамикой группы, в нашем случае класса. Нам показалось, что эта тема достаточно актуальна для педагогов. Ну, не знаю, решили обсудить сегодня такие энерджайзеры, и вообще, что такое энерджайзер, да, в каком понятийном поле мы играем. Наверное, с этого хотелось бы начать чуть-чуть, чтобы мы друг друга понимали. Не знаю, вот я лично, мне кажется, с энерджайзерами очень давно знакома. Но когда общаюсь с разными людьми, могут возникать, ну, нет другие термины, когда мы говорим, может быть, про одно и то же. Я не знаю, вот взгляните на эту картинку, что вы видите, тоже такой разминка такая, да, для воображения. Я сидела и думала, а как можно вообще поговорить на эту тему, и спросила у нейросети, решила поиграться с искусственным интеллектом. Это сейчас достаточно актуальная тема. Вот так вот видит мне искусственный интеллект все те термины, которые пришли мне в голову, когда я подумала про энерджайзер, да. Кто-то называет это физкультминутка, физминутка, кто-то игроразминка, энерджайзер, не знаю, что вам ближе. Мне кажется, что это точно не физминутка. Мне иногда приходит в голову батарейки. Ну, батарейки, энерджайзер, да, так это такой уже товарный знак. Я знакома. Это то, что дает энергию, да? Ну, это то, что дает энергию, но, по идее, эта энергия дает нам все. И вот здесь, мне кажется, здорово нейросеть, вот, наверное, то, что, ну, я, как думаю про энерджайзеры, нейросеть хорошо считала, да, на то она и нейросеть. Потому что, ну, можно по-разному и разную энергию поднимать, верно? Если мы посмотрим там на самую среднюю картинку, как будто бы это мы, ну, говорим только про физические упражнения, да, но ведь это тоже всплеск энергии, да, когда мы позанимались, там, не знаю, поприседали, и вот она вам энергия. Но когда мы говорим про энерджайзеры, которые больше направлены на, может быть, наше внимание или наше воображение, либо на наше там креативное мышление, то как будто, или нашу концентрацию, то вот остальные две картинки, мне кажется, очень классно, ну, как мы, вот именно, по моему мнению, отражают эту суть, когда наш мозг вот такой вот красноцветный и бурлящий. Ну, то есть, как бы то, что мы сейчас обсуждаем, это, по сути, насколько мы можем употреблять этот термин энерджайзер относительно тех педагогических приемов, которые мы будем дальше обсуждать, да, верно? То есть, есть такое слово, которое, как бы, объясняет некоторый игровой формат, в котором чаще всего задействовано тело, но это нестандартные, необычные физкультурные упражнения, типа присесть, отжаться, но они все равно работают с телом, какие-то движения. И действительно очень классная картинка с мальчиком, который получает такой заряд в третий глаз для того, чтобы, может быть, сконцентрироваться на чем-нибудь. Ну, как бы, может быть, я добавлю, да, здесь про приседания, отжимания. Вообще, я встречала такие энерджайзеры, будем честны. Ну, как бы, они тоже работают, смотря какая у вас группа, смотря какой-то там класс, смотря какая аудитория. И иногда очень хорошо приседания даже на взрослой аудитории действуют, когда нужно как-то вообще переключиться. Еще, ну, такая цель энерджайзера – это, ну, смещение внимания на что-то другое. Я не знаю, например, приходит класс, но я с таким встречалась, когда к нам приходят группы детей, они там, не знаю, шли 40 минут по улице, пришли, и нужно как-то настроиться на работу, изменить фокус. Ну, и для этого энерджайзер здесь будет работать. Поэтому, ну, как бы, вот в нашем сегодняшнем вебинаре мы преимущественно, наверное, будем использовать слово энерджайзер, не столько физминутки, хотя, ну, они там, я так понимаю, что очень, ну, тоже применимы в каких-то ситуациях в школе. Не столько игры-разминки, а энерджайзер, который включает и физические какие-то активности, и активности, там, на групповое взаимодействие и, там, не знаю, разминку воображения мозга и, там, для концентрации. Поэтому, вот, наверное, да, с таким образом будем работать, чтобы, чтобы понимать… Спасибо большое. Да. Спасибо большое, Анастасия. Мне очень импонирует тема энерджайзеров, и, пожалуй, мы начинаем. Спасибо за короткое обведение, что такое энерджайзер, чтобы было понятно. А что мы так? Здравствуйте. Все, кто подключает, добрый день, мы начали уже, и мы разговариваем сегодня про энерджайзеры, короткие упражнения со смыслом. Итак, сегодня мы вебинар ведем втроем. Анастасия начала сегодняшний разговор. Тренер неформального образования сегодня представляет позицию человека, который является специалистом в тренингах, в организации групповой работы разного возраста. Настя, помаши, пожалуйста. Добрый день. Далее с нами Екатерина Любимова, специалист по музейной педагогике, куратор таких программ Красноярского музейного центра, как уроки диалога и шаг на встречу. И позиция человека, специалиста в этой области тоже сегодня будет представлена. Екатерина, обозначьтесь, пожалуйста. Я здесь. Да, и я, собственно говоря, являюсь преподавателем школы прежде всего, и являюсь преподавателем центра иноязычного образования, и по факту тоже задействована в сфере тренингов. Мы все очень любим тему энерджайзеров, коротких упражнений, понимаем их ценность. И поэтому, собственно говоря, мы сегодняшний вебинар хотим предложить и вам, чтобы вы могли использовать данный материал где-то в своих образовательных пространствах. У нас формат вебинара интерактивный, то есть мы всегда рады, когда вы включаетесь голосом, поэтому рады вас видеть, те, кто включился. Знаю, что основная масса будет смотреть видеозапись, тогда пишите комментарии на этой площадке, на которой вы увидите. И ваше мнение всегда очень важно для нас. Любым комментариям будем рады. Вебинар записывается, да. Сегодняшний вебинар является не первым. Мы такие в серединке примерно сегодняшней нашей программы проекта «Формат классного часа школьный тренинг». 22 марта мы работаем с темой энерджайзеры. Впереди у нас еще два вебинара, 19 апреля и 12 мая. Мы будем работать с такими темами, как задания, инструменты, деятельность, которые работают на сплочение класса. И поговорим про программу «Говорящие вещи» и про практику мы групп. И 12 мая в конце года, в то время, когда в каждой группе, в каждом классе подводятся рефлексии, выводятся годовые оценки. Но помимо годовых оценок мы имеем также место с рефлексией, которая проводится по тому, как прошел этот год, что нам ждать в следующем, и как провести ее интересной и творчески, мы будем говорить 12 мая. Это то, что нас ждет на весну. А сейчас мы пока начинаем сегодняшний вебинар. В первой части наш вебинар будет состоять из двух частей, как вы видите. В первой части мы поговорим про энергайзеры. Мы немножко уже начали про них и продолжим. И затронем первый вид энергайзеров, те, которые направлены энергией в группы. Дальше у нас будет короткий перерывчик в 10 минут. И мы продолжим ровно в 15.00 вторую часть. Во второй части будет еще два вида энергайзеров. В каждом будет много примеров. Поэтому слушать обязательно, смотреть обязательно, использовать материал тоже крайне желательно. Петерина, передаю тебе слово. Да, доброго дня еще раз всем. Так получилось, что для меня энергайзеры – это такие упражнения, которые мы чаще всего проводим в музеях. И для нас они становятся очень важными, потому что каждый раз, практически каждая встреча, каждое мероприятие – это встреча с новой группой. И, как Настя уже упомянула, иногда группа очень долго едет, очень долго идет, с ними что-то произошло до этого. И просто элементарная усталость или непонимание, зачем мы пришли куда в этот момент, что это за здание, где мы находимся. То вот здесь получается, что именно возможность сонастроиться и организовать коллективную работу становится предельно важной. И иногда мы тратим до 30% времени для того, чтобы сперва группу собрать, настроить и поставить ее в одно направление, чтобы это случилось. И когда мы обсуждали о том, почему эта тема может быть полезна учителям на классных часах или во время уроков любого предмета, мы размышляли над такими потребностями, как, например, зачем вообще учиться коллективно. И наверняка вы слышали про такие исследования, когда уже взрослых людей измеряли их эффективность, насколько они могут, например, эффективно работать один дома. или собираются небольшими группами, и там, где, возможно, как бы люди могут смотреть друг на друга и выполнять какие-то вещи. Наверное, самый такой яркий пример – это упражнение в спортзале. Я надеюсь, вы все знаете, что пока ты один дома, например, с Ютьюбом, ты можешь отжаться два раза и потом решить, что, ну, кажется, хватит. Да-да-да, это точно. А когда вы находитесь в спортзале и продолжаете уже час делать задания, которые вам дает тренер, и вы понимаете, что вообще-то рядом с вами люди, которые не выглядят сильнее вас, но они вообще-то как бы отжимаются лучше или приседают эффективнее. Да, в этот момент происходит то, что я бы назвала это создание группового поля. И вот те аспекты, которые мы сегодня будем обсуждать, то зачем нужны нам энергайзеры, это как раз вот про вот эту коллективность, сонастройку группы для того, чтобы всех, все вот эти разные фокусы, все смотрят другу какие-то или думают про какие-то всякие штуки и сфокусировать на чем-то одном. И вот поэтому как бы сила или волшебная вот суперспособность вот этих энергайзеров, игр, разминок с каким-то смыслом, это на то, чтобы в том числе собрать коллективное внимание и направить в одну точку. Коллеги, у нас здесь есть еще некоторые вещи, которые мы вынесли, когда с вами брейнштурмили. Кто-то хочет на чем-то еще сосредоточиться из вас. Да, мне кажется, вот было бы еще полезно сказать, что часто мы имеем дело с ситуацией класса, который пришел, например, после физкультуры и лег на парт, и говорят, ну все, сегодня отдыхать будем, сейчас будем отдыхать, давайте, пожалуйста, не будем работать. А у вас классный час важный или у вас важная новая тема. И вообще планировали, что будут ребята активные, а они после физры. И ситуация, вот как их собрать, как их переключить, как их направить, как их заставить, забыть про физкультуру, на которой они выложились по полной и вспотевшиеся. Вот, конечно, какое-то требуется время, но есть волшебные такие средства, о которых мы сейчас будем говорить, которые помогают, вот действительно, как-то помочь переключиться. Помочь сделать так, чтобы ребята опять оказались на одной волне и на той волне, на которой нам нужно, на том уровне энергии, который нам нужно. Да, поэтому это, конечно, вот очень важно. Анастасия, хочешь что-то добавить? Да, я добавила, вот когда Лена сказала, мне в голову пришла мысль, да, когда в продолжение ребят приходят после физры и говорят, давайте мы ничего не будем делать. А если такая ситуация, что в класс залетают школьники после перемены, урок уже начинается, а они еще на перемене где-то, и энергия такая высокая, а нужно сконцентрироваться, не знаю, на математике или на английском языке, вот что как бы, как в этой ситуации поступить, да, как, ну это опять же, как собрать. Я бы, наверное, еще энергайзер тоже такой очень простую, простую цель его обозначила, собрать всех в кучу. Мы тут говорим про настройки, да, простыми словами, это да, как собрать класс вместе и добиться того, чтобы внимание было на учителя, да, либо на теме. Мы как раз про это поговорим. Вот, и, наверное, мы можем уже тогда потихоньку-потихоньку двигаться к тем примерам, которые мы приготовили, мы решили, что сегодня мы разделим вообще все энергайзеры, которые могут существовать там на несколько условно подуровней, и, ну, когда мы рассуждали, да, и вот в самом начале энергайзер, это же про энергию, да, это же про всплеск энергии, или, наоборот, приведение группы в концентрированное состояние, да, фокусировку внимания, то вот здесь, в этом блоке сейчас будем говорить про то, как управлять. Вот это как раз к тому, если ребята пришли и еще на перемене бурлят, либо упали на парту и уставшие, либо у вас восьмой урок уже, и вам надо классный час провести, да, ну, знакомая ситуация. Ну, вообще, да, мы так, я, наверное, сижу и думаю, мы так говорим постоянно про школьников, про управление их энергией, но вообще это, например, для меня это тоже очень такая ситуация близкая, когда вот ты сидишь, слушаешь кого-нибудь очень долго, и ты понимаешь, что твои мысли уже где-нибудь в другом месте, да, как бы мы-то легко можем за собой это отследить, а, например, в классе нужно помочь, но это всегда важно вспоминать, что это нормальная ситуация, когда внимание рассеивается, энергия рассеивается. И вот эти вот... Я еще уже тебя не понимаю, уже не слушаю тебя, уже улетел. Ну, вот, например, да, опять же таки, прямо в студии у нас случилось это, поэтому я думаю, что сейчас надо применить какой-нибудь энерджайзер, да, чтобы энергия и внимание у нас вернулось, и мы решили в онлайне что-нибудь поделать сначала. Эти энерджайзеры, которые мы в онлайне сейчас будем делать, их тоже можно переносить на класс очень свободно, и давайте энергию попробуем поднять. Очень простая такая есть игрушка, я бы назвала ее игрушка, и она не требует много затрат. Вы можете сидеть, вы можете встать, если хотите. Катя, Лена, наши дорогие участники. У нас есть... Что у нас есть? Две руки, у нас есть две ноги, и сейчас мы будем их активно использовать, и все мы умеем считать до пяти. Сейчас мы будем по очереди считать от одного до пяти, тряся правую руку, потом от одного до пяти левую руку, потом правую ногу и левую ногу. Можем прямо вместе со мной начать, только здесь главное со мной вместе выполнять синхронно эти движения. Давайте начнем с правой руки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Правая нога, раз, два, три, четыре, пять. Левая нога, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас от одного до четырех. Каждый раз мы сокращаем и ускоряемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. раз-раз-раз-раз. Это был очень усидённый вариант. Ну, Дара, я тогда понимаю. Ну, слушай, это как раз вариант типа физминутки, да? То есть, когда ты, например, работаешь с классом, не знаю, у вас третий урок физики или третий урок русского языка, и перед тобой девятиклассники, которые, ну, не станут делать физминутку, может быть, даже вставать не захотят со своих пар. Ну, да, это такой... У нас был энерджайзер для ленивых, да? Идеально. В классике, в классике, мне кажется, это 10. Я теперь уже знаю, что я сделаю завтра. Да, это 10 счёт, счёт на 10, чтобы было чуть подольше, чуть подинамичнее и поинтереснее. Этот энерджайзер можно использовать и, например, когда вы учите цифры на английском языке, например, ну, и считайте по-английски, да? Но если это физика или литература, можно это делать как вам угодно использовать. В общем, быстрый способ поднять энергию. И сейчас, наверное, рассмотрим другие способы поднять энергию, что можно использовать. В классе во время урока классного часа, вот, например, тут подобрали мы такой энерджайзер, который вообще очень известна и школьникам, мне кажется, да? тема Броуновское движение. И можно предложить классу, когда нужно тоже как-то взбодриться, подвигаться, да? Это тоже про движение, про хаотичное движение. Суть его в том, что участники в классе двигаются хаотично, они как атомы, до того момента, когда, ну, не знаю, педагог или ведущий говорит «стоп», и нужно сказать то число, в соответствии с этим числом они должны объединиться. Ну, то есть, например, атомы двигаются, 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 и нужно образовать молекулу из пяти атомов, да? И ученики должны быстро-быстро найти себе вот эти мини-группы, и там уже, ну, следующий уровень учитель может какой-то вопрос задать, чтобы они обсудили в этой мини-группе, или сделать какое-то задание в этой мини-группе, потом обратно они распадаются на атомы, также хаотично двигаются, можно включать музыку при этом, можно, не знаю, самим что-то напевать, да, можно жужжать, потом можно сделать еще такую мини-группу, еще одну молекулу, да, и так можно повторять три-четыре раунда, при этом, ну, главная цель, что участники, опять же, двигаются, когда мы говорили, да, это выплеск энергии, это движение, они быстро должны найти себе какие-то мини-группы, скоординироваться, да, это тренировка внимания, тренировка слуха, и если мы говорим про задания, которые учитель там сверху может давать, если он хочет, чтобы не просто они двигались и объединялись, еще какие-то задания динамичные выполняли, то, ну, это тоже какие-то, может быть, физические нагрузки могут быть небольшие, мы даже приготовили примеры таких заданий, которые можно предлагать, ну, вот, например, да, что угодно можно, можно также, кстати, и руками трясти то, что мы начинали с самого начала, можно хлопать, можно чуть-чуть, уже концентрация, там, не знаю, внимания и мыслительные процессы, там, посчитать суммарный возраст из всех, кто в группе, там, пять человек быстренько посчитать и сказать, можно прыгать, можно приседать, ну, в общем, на все, что фантазия ведущего способна, то можно включать в это броуновское движение. Анастасия, а мы можем... Я хочу добавить. Ага, я бы хотела добавить просто, я помню, мы как-то играли в такую игру, и тут такие две опции, еще можно расширить эту игру, например, ну, те, кто, я не знаю, я не специалист по физике, но можно предлагать объединяться в молекулы, не по три человека, а по четыре, иногда по пять, тогда появляется такой азардикий, кто остался без молекулы, и тогда это интересно. Это такая первая добавочка, а вторая, я помню, как мы использовали это задание, это была поездка, и нам нужно было распределиться на группу по три человека, и ребята начали между собой вот так вот, ну, потому что мы потом ехали на лодках, сплавляясь, а в лодке должно было быть три человека, и они могли поделиться так, чтобы всех устраивало. И мы предуприняли такое решение поиграть в молекулы перед этой поездочкой, то есть мы сначала на четыре, потом на пять, потом на две, потом похлопали, потом на три, и сказали, стоп, играем. И вот теперь мы едем таким составом. Тоже отвлекли, как бы поразвлекались, и они уже спокойно приняли, уже никто не стал спорить, что ну, раз игра, так игра, значит, едем в троечках, в молекулах. И там вот три, да, задания классные. Извини. Я хотела просто добавить, если перенести это на, скорее-таки, школьную рутину, то мне кажется, что это как бы вот эта идея объединиться в разные группы и начать выполнять какие-то задания, оно же может быть связано с повторением какого-то материала перед контрольной или перед проверочной, или перед каким-то другим размышлением. То есть это когда друг друга можно учить, да, то есть люди объединяются там в пары, в тройки, в четверки, в пятерки, и в этот момент на экране или на слайде или учитель просто напоминает какое-то понятие, которое они должны быстро все вспомнить, или называет дату, они все должны вспомнить в группе, что это было за событие, и выдать ответ. Или там, например, какой-то другой запрос на знание, это какой-то вариант. И вторая, мне кажется, вещь, это такая тоже классная практика, практика, которую можно делать, когда делаются какие-то мероприятия в рамках одной параллели. Все время стоит вопрос, как ребята вообще знакомятся на таких мероприятиях, как они пересекаются, когда учатся в разных классах. И вот перед каким-то мероприятием, которое предполагает, не знаю, последующую совместную игру или брейн-ринг, или что-то такое, то это тоже способ познакомиться друг с другом. То есть вопросы могут касаться не только физического упражнения, но и того, чтобы все выяснили быстро, кто что любит в еде, кто какую группу слушает, кто что любит в еде. И я сейчас просто говорю о том, как эту же самую формулу, этот самый подход можно по-разному тоже использовать. Потому что, по сути, сегодняшняя наша встреча, она про то, как, да, мы с одной стороны условно все разделили на три группы, это вот работает только с энергией, но каждый раз педагог может чуть-чуть добавить, чуть-чуть понять, зачем это им использовать еще. Да, это вообще очень ценный комментарий. По факту все энерджайзеры, они как бы, ну, главная их задача – это работа с энергией, а если уже дальше мы эту оболочку базовую чем-то дополняем, то они могут работать на другие смыслы. Вот мне очень, да, понравилось, кстати, Катя, что ты сказала, про как энерджайзер может в целый образовательный процесс быть вплетен. То есть, если мы берем формулу молекулы, мы можем прямо действительно целый урок в виде молекулы провести, не знаю, сделать урок по закреплению, повторению материала, да, просто они будут каждый раз в новых группах, да, по два, по три отвечать на какие-то вопросы или выполнять какие-то задания. Это всегда зависит от учителя, конечно, всегда зависит от педагога, как, ну, мы всегда даем просто универсальные инструменты, а уже как он применяется, в какой форме, это, конечно же, мне кажется, вообще фантазия, профессионализм педагога, они безграничны. Мы можем тут кучу вариантов нагенерировать. Да, конечно. Спасибо большое. То есть вопрос, конечно, с энергией, он такой серьезный, потому что если вдруг ребята, участники группы, либо ученики поймали эту энергию и готовы работать, то тогда действительно все получится. И у нас следующая энергия, про как раз вот такую передачу энергии, да, Катя? Я вот хочу остановиться особенно на варианте 2. А пока я буду рассказывать, то, конечно, все могут и сейчас, и потом в записи прочитать, как выглядит вариант 1. Это, по сути, очень похожие упражнения. Они работают с тем, чтобы, например, то есть они работают с той установкой, что человек — это машина, в которой есть огромное количество мышц и митохондрии, и если эта машина не работает, не двигается, то и митохондрия не заряжается, то и энергии нет. И эти вот как раз такие интересные упражнения, которые, по большому счету, можно проводить, ну, мне кажется, очень классно их проводить и в средней, и даже в старшей школе. Опять же, для ленивых, только с одним условием, что все встали за парт, все стоят. Когда мы это делаем в музее, мы, конечно, не ограничены партами, мы можем встать в круг, и это делается упражнение стоя. И идея такая, что поработать с двумя вещами, с вниманием участников и с их какой-то немножко театральностью, с их идеей, с их желанием все равно во что-то играть и придуриваться, если так совсем такое слово использовать, с некоторым артистизмом, который ищет своего проявления довольно такой структурированной школьной жизни. Вариант номер два. Участники стоят в кругу, и важно, чтобы все видели. Даже если вы стоите в классе, вы тоже как бы можете двигаться вокруг своей оси или, по крайней мере, так встать, чтобы вы могли охватывать большее количество людей в фокусе вашего внимания держать. И ведущий говорит, что вот у меня есть какой-то воображаемый шар, и он обладает какими-то разными свойствами. Он может становиться вдруг очень тяжелым, он может становиться очень маленьким и липким, и я хочу от него избавиться. Или этот шар, который я способна дунуть другому человеку. Здесь важное правило, которое озвучивает модератор, что энергия — это твой взгляд и твое движение в сторону очень конкретного человека. То есть человек, которому ты хочешь сейчас послать этот шар, неважно, какое его качество, вес и какой он на ощупь, он должен четко понимать, что это ты ему это передаешь. То есть если я смотрю сейчас на Лену, то я передаю именно Лене, и Лена ждет его, она знает, что сейчас она его получит. Да, очень классно, опять же, говорить о том, что тут важно поддерживать скорость, что мало времени на раздумывание, кому же я следующему хочу его передать. И, может быть, такую игру с теми ребятами, которые первый раз вообще в нее играют, мы предлагаем делать так, что сейчас у нас маленькая практика, мы типа тренируемся в нее играть. Все повображали, как он тяжелый тянет из земли, какой он легкий, поэтому он как шарик. Повторюсь, там совсем маленький, но как бы я могу его кинуть хорошенько. А дальше мы говорим о том, что сейчас будет такой перформанс, важно всем молчать, всем быть сконцентрированным на нашем вот этом вот пространстве и очень быстро двигаться, потому что, по сути, в этот момент происходит сильная концентрация внимания, человек ждет, что ему что-то в любой момент прилетит, он должен это отбить, это напряжение, это мышцы, это внимание, и буквально через 5-6 минут у вас снова готовая группа, потому что они сами себя зарядили энергией. И это классно с ними обсуждать. Давайте, давайте, давайте поиграем. Катя, ай, ай, лови. Поймала? Да. Настя, ты не ловишь. Да, окей. Слушайте, ну, правда, я вот так это чувствую, да, такое ощущение, что да, я в игре, я подыграла, и действительно, то есть я подумала, как изобразить мяч, я кинула, я действительно, мне стало интересно, поймал, говорит, другой человек, то есть однозначно переключает, переключает с того, что было до этого, то есть энерджайзер, как такой переключатель энергии, он реально срабатывает в этот момент, да, то есть и как бы человек включается в игру, действительно. Классно, спасибо такой за опыт. Я еще, я бы добавила еще, что мы, у меня есть опыт использования такого энерджайзера перед занятиями по креативному мышлению, когда нужно было размять чуть-чуть воображение, потому что, ну, человек, который там принимает шар, или который подает шар, он же должен его как-то зарядить, да, это же нужно изобразить какой-нибудь тяжелый, там, не знаю, липкий, воздушный, или там, не знаю, это мяч кожаный, ну, то есть и это нужно, во-первых, это нужно быстро прийти с этим решением, а потом еще и как-то это форму, да, изобразить форму. Очень классно работает, когда вот нужно настроить, например, группу о том, что дальше будет что-то связанное, не знаю, с креативом, да, или, ну, на какую-то тему подвести. Но это было здорово, да, это зашло у участников, сразу они почувствовали себя очень вдохновленными после этого. Классно. Сейчас, наверное, я расскажу про тоже энерджайзер такой интересный, который работает по-разному, работает из практики то очень легко, то очень сложно, в зависимости от группы. Он называется счет закрытыми глазами. И вот здесь такие два глазика изображены, и мы работали с ребятками в школе, и один раз я прямо обалдела от того, как они это сделали быстро. И были другие случаи, когда совсем не получалось. Суть в следующем, что работают... Несколько человек собираются, то есть все, кто у вас есть в помещении, пластыри по группе, собираются вместе. Вам нужно будет заранее, конечно, их посчитать до 20, либо до 12, сколько у вас человек группы. И дальше, уважаемые участники, давайте попробуем выключать звук, если вы не... Я попробовала, тут есть функция звука у Екатерины, но я не уверена, слышит ли она сейчас нас, когда я нас трогала. Скажите нам, пожалуйста, Екатерины. Да. Слушаете ли вы нас? Да. Дорогие участники. Зачем? По-моему, стало тихо. Да, звук... Екатерины выключился, но слышит ли она нас, тут непонятно. Да, да. Дорогие... Хорошо. Дорогие участники, вы подключаетесь со звуком. Пожалуйста, проследите за тем, что если ваше помещение шумно, чтобы не было этого звука в эфире, потому что платформа новая, она не позволяет, к сожалению, ликвидировать звук у всех сразу. Поэтому мы просто ждем ситуацию, когда звук выправится. Хорошо. Мы тогда продолжаем. Вот следующий энергайзер, очень интересный, очень легкий в использовании на любой группе, на любом классе, со взрослыми, с маленькими, в смешанной группе, без разницы с кем. Участники, все, кто у вас есть, вы считаете, сколько их по количеству, и потом предлагаете им посчитать, вот, например, если у вас 20 человек, от одного до 20. И их задача считать с закрытыми глазами, так, чтобы не повторялось одно и то же число дважды. Например, один начинает один, второй ждет, пока возникнет, тишина говорит два, а если следующий скажет три, и вместе с ним никто не скажет три, счет продолжается, но если параллельно два человека скажут три, стоп, игра. И вопрос, насколько быстро они смогут делать. Бывают группы, которые придумывают, в первый раз, естественно, все собьются, то есть это однозначно, что счет не дойдет дальше трех-четырех, а потом интересно, как реагируют группы. И тут они начинают, как так у нас не получается, и включается такой механизм, давайте придумаем стратегию, как это можно сделать. Я помню, когда первый раз проводила этот энергайзер, я прямо такая растерялась, думаю, как они так выкрутились вообще? Я понимаю, что так нельзя, но они выкрутились, я так восхитилась тем, что они выкрутились, и они досчитали сразу до 20, и я говорю, хорошо, ладно, молодцы, но это являлось целью, то есть они должны были скоперироваться, сработаться, внимательно послушать друг друга, забыть про все на свете, оставить в стороне все свои недомолвки и действительно сыграть до 20. Вот как вы думаете, что могли вообще сделать дети, чтобы досчитать до 20 корректно? Это между нами, не детям, мы же здесь педагоги собрались, что могли сделать дети? Они придумали считать по часовой стрелке. Мне кажется, друг другу там, не знаю, цеплять, как-то пальцем, ну, толкать в кругу. Да, ну, первый раз, когда я видела, как выкрутились, это было действительно, они придумали друг другу передавать жестом, и когда я сказала, так нельзя, они сказали, ну, этого в условиях не было, и действительно были правы, они друг друга слегка затрагивали, кто следующий, но это тоже с закрытыми словами, глазами, но это сработали, они рядышком сидящего затрагивали. И второй, да, Катерина, тоже права, еще раз скажи, какая идея была, что могли сделать дети? Ну, они могли просто определить направление, по часовой стрелке, например. Да, к этому тоже, иногда группа приходит, они говорят, давайте просто по часовой стрелке, и тогда у них тоже все получается, срабатывает. А еще бывают разные варианты, я тоже, например, много раз это делаю, каждый раз меня забавляет, когда они начинают в азарт входить, говорят, а давайте еще раз, а давайте еще раз, мы точно все сделаем, а давайте вот так попробуем, а давайте так. Некоторые делают так, а еще, они делают какой-нибудь предварительный звук, типа, либо какой-то, не счет, а какой-то звук, а значит, это мое слово следующее, говорят, тоже выкрутились, тоже молодцы. А еще бывает интересная вещь, когда, например, это один класс, и они точно знают, вот удивительно, но они знают свой номер по алфавиту в журнале, и они такие, хоп, а давайте по алфавиту. Ну, это если класс дружный, и ты такой хоп, и растерялся, и не знаешь, что делать с этой группой, которая сработала. Только хвалишь, и говоришь, молодцы ребята. Ну, конечно, здесь бывают сложности, бывают, когда кто-то начинает специально портить игру, например, и смеяться, и тогда начинается волна вот такая междоусобных разборок может начаться. И здесь важно, конечно, остановиться, и обратить внимание, почему это происходит. Иногда это ошибка, просто человек, и тогда важно донести, что ошибаться можно. А бывает иногда, что человек специально выявляется, вот такие злые гении, которым нравится идти про, как им нравится портить всю игру. Тогда это даже, может быть, повод дальше для разговора какого-то, для интересного разговора, потому что игра выявила вот такую особенность человека специально сделать что-то назло, например, и так далее. Еще хотелось бы сказать, что в данную игру, конечно, можно играть все 45 минут. Это реально возможно, я вам скажу, но важно останавливать, то есть в пределах допустимого. А именно то, что если, например, 4-5 раунда у детей не получилось, остановиться и дальше вести свои занятия, но договориться, что у вас есть время, например, к следующей нашей встрече придумать стратегию, как вы это делаете. Тогда, конечно, вопрос, что за стратегия, но стратегии не надо рассказывать, потому что в эфире здесь, ну, не для детей будет сказано, а для нас будет сказано, что бывают, конечно, разные стратегии, чтобы вы были готовы, к чему можно придумать, хотя дети способны на большее, уж поверьте. Ну, вы сами знаете, что они способны на большее. Энерджайзер хорош, и, да, я сейчас тебе говорю, потому что он реально тоже однозначно переключает с того, что было до. Задание кажется сначала сильно сложным, потом вроде как простым, и это вот такой как бы вызов группе, и они махом все консолидируются и забывают, что там было до этого, и сейчас они уже способны слушать и способны от тебя действительно принимать какие-то дальнейшие задания и работать дальше, потому что первое задание их заинтриговало. Я еще хочу сказать, что данный энерджайзер можно использовать, то есть мы, конечно, забегаем немножко вперед о том, что работать с энергией можно еще параллельно какие-то другие цели преследовать, да, то есть Катя немножко уже забежала о том, что будет после перерыва, про сонастройку, про умение и возможность настроиться на один поток, а именно на восприятие информации, на работу, то есть как бы быть на одной волне. Мне еще хотелось бы сказать, что данное упражнение, несмотря на свою простоту и такую какую-то универсальность, попробуйте между собой это сделать, это действительно интересно, оно выявляет вообще закономерность восприятия, и когда из обоймы выпадает один человек, то есть он был не с нами, не здесь все еще, и все уже начали играть, а он такой молчит, его пикают, мол, типа, что не говоришь, а он берет и спрашивает, а что вообще делать-то нужно? И это вот ситуация, включиться вместе и провести какое-то упражнение, когда все действительно контролируют друг друга, что все включены, что никто не сказал два раза цифру, да, одну, что все начали, вовремя закончили, и оно очень сильно так вот консолидирует всех, кто его находит на помещении, вот действительно быть такой одной командой, работать в одном направлении, и очень здорово потом проводить какую-то деятельность, которая действительно, для которой действительно важен такой командный дух и настройка, и внимание к тому, что происходит вот здесь и сейчас прямо. Я бы тоже еще здесь добавила, что, ну, подытожив, наверное, подытоживая этот блок с теми энергайзерами, которые работают на управление энергией, вот это очень хороший пример энергайзера, который работает на замедление группы, на ее заземление, на фокусировку, потому что, представьте, вам нужно закрыть глаза, и вы должны сосчитать в группе, и для этого нужна тишина, для этого нужно какое-то внутреннее, ну, когда у тебя все бурлит, да, эмоции перехлестывают, ну, ты просто не можешь ни то что другого слышать, себя услышать, и вот когда нужно группу чуть-чуть как бы успокоить, то можно предложить такое упражнение, может быть, даже без, там, потом очень хороших выходов на работу в команде, да, которую, например, мы делаем. Тут в зависимости от той цели, которую вы преследуете, здесь можно остановиться на том, чтобы вы попросили их досчитать до, там, 20 или сколько их там в кругу. И здесь тоже такой лайфхак, что если вы не знаете, там, не знаю, не понимаете, сколько сейчас человек у вас в группе, можно сначала их попросить, чтобы они рассчитались в кругу, точно поймете, сколько их, и потом уже давать задание, рассчитайтесь. Вот, поэтому вот это как раз из тех, что два, три, которые вы направлены на подъем, а это на снижение. Ага, Лен. Я говорю, тут главное, чтобы они на первое и второе не рассчитывались. Ну, здесь, кстати, очень важна роль педагога, я бы сказала, да, ведущего, потому что он четко держит рамку, он четко задает правила, как Лена сказала, в правилах не было оговорено, и люди ушли в другую сторону. То есть держать это важно под контролем и следить. Школьники очень часто мухлюют, вот, поэтому ведущий прямо тут такой очень важный, важную роль играет. Да. Ну, и, наверное, я думаю, что... Давайте подытожим немножко. У нас, да, у нас заканчивается первый час нашего вебинара, я напоминаю, что это из двух частей. А все, кто сейчас подключился, у меня большая просьба вам написать фамилии, имя, отчество, потому что для нас это важно, кто присутствует, когда и где, а вам, собственно, это ничего не стоит. Что мы делали на первом часу? Мы начали разговаривать про энергайзеры, и я буду с конца сейчас перелистывать обратно слайды немножко. Мы поговорили про те энергайзеры, которые помогают собирать группу, помогать поднимать уровень энергии, либо его регулировать, как-то устаканивать на рабочий лад, настраивать людей. И последний, из упомянутой серии, это был счет с закрытыми глазами. До этого была передача энергии и кидание магического меча, фантазийного. Также было брауновское движение, брауновское движение, которое можно использовать под разные цели. И, собственно говоря, для чего нужны энергайзеры? Мы тоже поняли уже, что они бывают разнофункциональные. И мы затронули только первую функцию. Это управление энергией в группе. Что будет после перерыва? Сейчас начинается небольшой перерыв. Он будет 10 минут продолжаться. И мы в 15.00 начинаем рассказывать про те энергайзеры, которые способствуют введению в тему, которые способствуют настройке. И это будет много примеров. Поэтому сейчас мы берем небольшую паузу на 10 минуточек. И в 15.00 ровно мы начинаем вторую часть марлезонского балета, начинаем вторую часть разговора про магические упражнения энергайзеры. Пусть нас не смущает этот термин слово. Мы выяснили, что это не физминутки. Это физминутки со смыслом, а то есть это другой термин, который можно использовать в разной части занятия, когда вы видите, что есть необходимость либо планировать это заранее, либо по необходимости использовать в начале, в середине и даже в конце для того, чтобы выполнить ту цель, которая вам необходима. Сейчас мы начинаем вторую часть вебинара. Она посвящена еще двум видам энергайзеров. В каждом есть огромное количество примеров, но мы выбрали для вас самые интересные. И мы сейчас с вами поделимся этими примерами. Итак, секундочку. Следующий тип вебинаров – это энергайзеры для уставления контакта и узнавания. Екатерина, передаю тебе слова. Да, классно. Спасибо. Я бы хотела сразу, чтобы мы посмотрели следующий слайд, который выглядит как… Все для вас. Здорово. Ну, то есть на нем сразу видно, почему мы каждый раз должны каким-то образом устанавливать контакт с пришельцами в музей. Пришельцами. Да. Очень сложное пространство. Сразу встречает музей какими-то вещами, которые со всех сторон свисают, манят подземелья, лестницы, что-то все вокруг. И вот этот вот кадр, который вы сейчас видите, это, конечно, кадр, который фиксирует уже, скажем так, 10-15 минут попытки собрать всех людей снова вместе и начать работу. Потому что аудитория, с которой мы работаем, это аудитория от 6 лет и старше, которая иногда… Ей не нужны проводники в музее, им важно самим освоить пространство. И это такой очень сильный челлендж, это очень сильно возбуждает тебя все время куда-то что-то тянет. И вот получается, что одна из задач, которую решает ведущий, когда он работает с такой группой, когда мы работаем в неформальном формате, это стать видимым, стать слышимым. Он как будто бы из космоса кричит «контакт, контакт, есть контакт, слышат меня или нет?» Да, и понятно, что есть некоторые процедуры, они даже, может быть, носят более ритуальный характер, и, скорее всего, для учителей, например, может быть, он не очень актуален, если вы работаете с классом, вы примерно уже знаете, все друг друга знают, но, например, если вы учитель, к которому придут новые учителя в сентябре или какие-то еще, то мне кажется, что это будет вам полезно. Лена, ты хотела добавить? Я хотела сказать, что для учителя всегда важно сделать так, чтобы был контакт. Даже если ты работаешь с одной и той же группой уже много лет. И не только для учителя, я тут тоже добавлю, но и для любого, кто работает с группами. А вообще, ваш музей, конечно, я прошу прощения, что я перебиваю, говорю, ваш музей вообще сам виноват, что очень сложно там собраться, потому что он настолько интересно, что детям все, что хочется. И там, конечно же, это очень актуально. Я прямо очень понимаю всей душой, что собрать в музее группу, когда вокруг столько всяких дистракторов, которых все хочется потрогать, посмотреть, исследовать, полазить, и тут ведущий, и ему привлечь внимание, я думаю, сейчас будет очень ценный инструмент. Я прямо готова слушать и забирать его. Ага. То есть у нас есть несколько вещей, с которыми мы всегда работаем. Как бы с каких оснований? Первое, нам нужно собрать группу, сконцентрировать внимание, стать видимыми. Но еще мы должны поработать с тем, что есть определенные правила, которые есть в музее. И, конечно, нам очень важно, чтобы группа из очень возбужденного состояния вошла в рабочее. И для этого иногда нам даже наоборот нужно не успокоить группу, а наоборот ее возбудить, сгенерировать в ней самой мотивацию. Потому что чем старше возраст ребят, тем чаще они оказываются теми, кто... Ну, вы нас уже не удивите. Мы пришли в музей. Ну, что здесь может быть интересного? И поэтому очень классно, когда мы... То, о чем я сейчас буду рассказывать, это всегда начало не просто экскурсии, когда мы будем ходить, а это начало любых образовательных событий в музее. И если, Лена, ты перелеснешь, то я расскажу немножко про тот один из приемов, которые мы всегда используем именно для того, чтобы поработать. А нет, не так. Мой план другой. А может, мы тогда все-таки туда вернемся, а потом сюда? Я хочу... Конечно, все возможно. Супер. Вот эта вот штука про пробудить любопытство, она иногда связана еще и с тем, что нас встречают. Музей все время перестраивается, все время переделывается. И очень часто мы используем в качестве импульса в том числе эти вещи, которые у нас сейчас есть. И если ты теперь перелеснешь, то мы увидим работу красноярского художника Юрия Адамейко, большой коллаж про ультрасадовников. И вот сейчас, например, мне очень хочется, поскольку мы будем дальше работать с более... Может быть, не то, чтобы они будут сложнее или глубже истории про энерджайзеры, но, допустим, их будет много, и мы будем прям показывать вариативность их различных применений. Я хочу, чтобы сейчас все, кто есть у нас в активном состоянии в вебинаре нашем, они могли бы либо в чате написать, либо, может быть, кто-то голосом ответить на этот вопрос, на который нас вдохновляет его работа, ваш любимый запах. А нам тоже можно писать? Да. Можно писать, можно говорить слух. Ну, тогда я буду говорить слух, буду засорять эфир. По картинке, да, ситуативно, как хочешь. Хорошо, тогда по картинке. Мне сразу пришло в голову, что мой любимый запах... Сейчас, конечно, будет критика, что это не запах, а вкус, но мой любимый запах это клубника. Я не знаю, почему клубника для меня пахнет, но она определенно пахнет каким-то таким еле уловимым. Ну, в общем, да, и глядя на эту картинку, тут даже клубники нету. Тут божья коробка. Ну, первое, что мне пришло в голову, это запах клубники. Ага. Вот. Ай, попрядущий, все вопросы. Можно... Наверное... Когда... Давайте я сначала, потом Настя, а потом, возможно, желающий, чтобы это была связанная история. Мне кажется, это будет логично. Последний раз, это было летом, и было солнце неимоверное, и была такая мисочка с клубникой, и был потрясающий запах. Был такой легкий ветерок, было так классно. А можно я остальные вопросы не буду отвечать? Да, у меня тоже вопросы. На все вопросы один отвечает. Давайте сейчас, поскольку мы в эфире, и трудно передавать слово друг другу, это будет здорово, если бы все-таки все вопросы ответились. Ну, вот. Вот так всегда. Диктатура. Я затрудняюсь просто, что пахнет невкусно. А, невкусно пахнет для меня мед. Для меня лично, потому что я его не люблю. Вот. Вчера я случайно взяла из коробочки чая не тот пакетик, и поняла, что это медовый чай. И разочарованно выглядела. Нельзя такое говорить вслух, но мне не нравится запах меда. Какой запах кажется странным? Странными, мне кажется, некоторый вид духов. Мне кажется, я так иногда чувствую этот аромат, и думаю, как может вообще человек любить этот запах? Он же абсолютно непонятный, он неприятный, и неотталкивающий, он какой-то вообще. И что это за шлейф такой после человека тянется от такого непонятного запаха? Я бы предложила Насте. Спасибо огромное, Лена. Я бы предложила Насте. Я думаю, что она пока нас слушала, и наши участники тоже мысленно отвечала. Я предлагаю тебе выбрать один ответ вслух. Да. Нечестно. Нечестно. У меня почему-то, что пахнет невкусно, я отталкивалась от слова вкусно, и, ну, вкус, это значит что-то попробовать, и поэтому для меня невкусно пахнет гудрон, потому что он на вкус наверняка неприятный. Когда делают дорогу, мне не очень нравится этот пахнет. Мне нравится такое упражнение, объясню, зачем и почему его можно делать и классно делать, и я думаю, что оно очень классно заходит в онлайне, потому что оно то, что нас очень сильно сразу заземляет, оно очень сильно сразу нас обращает внимание к нашему телу, к нашему опыту, и если времени больше и есть задача опять же дальше пойти либо в какие-то креативные рассуждения, либо нам, например, важно познакомить людей и снять напряжение, вот эти вот вещи, которые про запах, про вкусно-невкусно, про то, что кажется странным, это такие способы, как мне кажется, очень сильно вдруг понять, что ты большой, внутри у тебя многогранный, у тебя было лето в твоей жизни, у тебя был опыт жевания гудрона или не было еще опыта жевания гудрона. И это означает, что по большому счету, когда мы говорим про учителя и мы все время, или вот про нас, да, в каких-то позициях, мы все время себя как будто немножко в функции делаем, а на самом деле, как только вы начинаете с людьми, вы больше, чем в функции, вы всегда человек с большим опытом, с большим бэкграундом. И вот эта вот вещь, мне кажется, очень круто подчеркивать. И если мы идем дальше и говорим о том, что мы хотим делать энергайзеры на узнавание, даже с теми группами устанавливать контакт, с которыми мы вроде бы уже формально знакомы, мы знаем их имена, то это как раз один из способов все время показывать нам, что здесь мы только вот одной стороной, но за нами есть еще очень много всего остального. И это такие способы сделать какие-то крючки, проложить мостики между друг другом. Поэтому вот любые энергайзеры, которые работают с телом, с опытом и многогранностью, они приветствуются. Когда же мы, если ты дальше перелеснешь, то мы один из упражнений, которые мы делаем, например, с подростками особенно, это способ представиться, потому что начиная где-то примерно даже с пятого класса, есть потребность заявить о себе, показать себя, получить чуть-чуть внимания. И опять же, ребята должны по большому счету понять, каково это быть ведущим, потому что здесь такое правило, что вы оказываетесь в круге. Колян, до этого вам уже предложили написать, например, на скотче малярном имя, то, как вы хотите, чтобы вас сегодня называли. Если вы сегодня Колян, вы Колян. Это как бы такое, с одной стороны, ценность свободы, как ты можешь в музее называться. Если ты сегодня Дашуля, ну окей, будете сегодня Дашулей. Кто-то называет себя по героям игр, в которых они играют, компьютерные. Кто-то Иван Сергеевич. Иван Сергеевич, да? То есть это такой способ понять, насколько здесь свободное пространство, как музей. А дальше у этого есть такой момент, когда ты должен связать, окей, какое у тебя сегодня настроение, какое настроение у этого имени, какой характер этого имени, какое движение можно с этим именем соединить, чтобы, да, вы сейчас, вы же, может быть, и знаете друг друга в рамках класса или в рамках группы, к которой вы пришли, но сегодня мы все немножко другие, да, у нас сегодня у всех немножко разное настроение. Показать. И это такой момент, который требует, с одной стороны, преодоления. Тебе нужно выйти в центр круга и на всю аудиторию, которая на тебя сейчас все внимательно смотрит, да, сделать «Я Дашуля». И не побояться и выйти и сделать это. Это страшно. Это немножко страшно, но это как бы как минимум всех, с одной стороны, какой результат? Во-первых, все понимают эту степень свободы, а с другой стороны степень ответственности, да. Одно дело, когда вы кричите и из толпы, а другое дело, когда вы то же самое заявляете, как ваш жест. Из этого мы потом можем выходить на разные деприфинги о том, что сейчас было. Сейчас вы стали видимыми, сейчас вы позволили себе называть, представили себя так, как вы хотите, чтобы вас сегодня называли. И это, по сути, акт художественный. Это жест художника, который сказал, я видимый, я вижу так, я буду действовать так, и я достаточно смелый быть таким сегодня. И то, на кого мы сейчас пойдем смотреть, это тоже те художники, которые в разной степени разрешили себе быть такими, какими они есть, рисовать то, что они захотели. Это такая сила, да. И как раз можно обсуждать здесь, было ли это легко, было ли это сложно. И я повторюсь, что иногда мы работаем с таким форматом до 30% времени, потому что после этого мы уже можем идти и смотреть очень быстро какие-то работы, очень быстро обсуждать, потому что создали общую платформу, такую соностройку, где участники, где я верю, что участники будут со мной делиться своим реальным мнением. И самое важное, все уже немножко побыли вот в этой зоне внимания, и не станут, ну скажем так, перетягивать сильно на себя внимание, уводя с содержания. Может быть, кто-то посмотрит и расскажет еще про какой-то энергайзер, который здесь есть. Настя, может быть, ты? Да. Я про этот рассказать, или я хотела, наверное, рассказать про другой энергайзер. Да, про следующий. Который, да, который работает на узнавание друг друга. Вообще, перед классным руководителем или там перед педагогом стоит задача, да, сплочения коллектива. Ну, она такая сквозная. И, ну, очень часто это можно делать по-разному, но вот цены те, ну, в нашем случае энергайзеры, в другом случае, может быть, какие-то подходы, которые работают на установление доверия. Ну, когда люди будут, да, с друг другом общаться, когда они доверяют друг другу, когда они знают что-то про друг друга, да, когда они готовы работать вместе. И вот это все формирует безопасное пространство, когда мы общаемся. И вот здесь есть такой энергайзер, который вообще хорошо работает с группами, которые вроде бы, ну, давно вместе, да, это может быть класс, это может, ну, которые, не знаю, там, с пятого класса вместе, сейчас они в шестом, седьмом, но этому можно посвятить вот какой-нибудь из классных часов, или это можно сделать активностью, энергайзером при выходе куда-нибудь на природу или в другое место. И называется он вообще, да, что, а вы знаете, что вы знаете, когда, ну, у нас у всех есть какие-то факты, которые знают только, может быть, очень близкие люди или родители. Но очень интересно было бы узнать, например, про этот факт другого человека. И здесь можно предложить участникам написать на листочке про себя какой-то факт, может быть, увлечение, может быть, событие, которое с ним переключилось, или где он был, да, что-то, какая-то деталь из жизни, про которую еще никто не знает, да, вот он тот, кто этот человек носит с собой, но готов поделиться, да, в то же время, да, не нужно вытягивать что-то суперэксклюзивное, особенное, чем он готов поделиться, положить это, ну, на листочек, да, эту мысль, и потом отдать ее, не знаю, условную шапку. Все эти ответы, все эти факты перемешиваются и вытягиваются другими людьми и читают, читаются. И самое забавное, когда группа начинает угадывать, а про кого это. Иногда там ответы сразу же там, ну, понятно, очевидно. Иногда группа очень долго может гадать, потому что факты мы никогда не знаем, да, что стоит за этим человеком. Это очень сильно способствует установлению контактов, каких-то связей в группе, потому что, ну, вроде бы у тебя есть одноклассник, вроде он ходит каждый день в школу, но ты вообще даже не подозреваешь, что он там увлекается тем же, что и ты, а вы никогда с ним не общались, да, например, и тут бац, ты про это узнаешь, да, или там какие-то общие темы для разговоров, не знаю, где были прошлым летом, или что-то подобное. Ну, в общем, это, с одной стороны, да, это не суперактивный, да, энергайзер, но энергия выплескивается в нем за счет того, что люди улыбаются, люди смеются иногда, когда они пытаются угадать друг друга, и очень хорошо, в общем, работает на взаимодействии, поэтому его можно использовать. И, кстати, на новых группах тоже, но на сформировавшихся это тоже здорово работает. А можно я добавлю тоже? А, Катя, ты хотела, да? Просто мне кажется, что мы сейчас вот больше говорим про сонастройку и про такую психологическую безопасность, когда люди вдруг чувствуют, что да, в этом пространстве я смогу спокойно выражать свои мысли, либо я могу быть услышанным. и я, например, провожу похоже, тут можно вариантировать сколько угодно это задание, а суть его в том, что человек дает какую-то личную значимую информацию, ну, до определенного уровня, конечно, да, то есть не надо действительно, как правильно было сказано, в какую-то глубину лезть, какие-то признания, как на исповеди с людей просить и запрашивать, просто факт, который не лежит на поверхности. И, то есть я часто спрашивала, например, у слушателей курсов, когда работаем с педагогами, то есть как на вас это повлияло? И они самые удивительные говорят, что спасибо за такое упражнение, потому что сейчас у нас есть ощущение, что мы друг друга знаем. Давайте работать. И они начинают обсуждать тогда серьезные вещи на другом уровне искренности, например, да, то есть они готовы делиться, и они прямо признают такое ощущение, что теперь да, мы понимаем, кто рядышком с нами есть. То есть вот такая вот, ну, мы обсуждали во время подготовки к фебинару, да, что важно ощущение безопасности пространства, важно понимание, что за люди рядышком с тобой есть. Если какие-то такие факты, характеризующие с необычной стороны, выплывают, это прямо дает действительно ощущение возможности того, что, да, здесь сейчас работа будет, потому что здесь сейчас мы друг друга видим и понимаем, кто мы. И это очень круто. Можно просто, я думаю, что вот эту игру можно дополнить такими вещами, что, например, для того, чтобы ребятам было легче придумывать, а если это происходит в классе, где, да, мы как-то за какими-то партами, то можно прямо писать список категорий, что это какие-то предпочтения в идее, что это какие-то увлечения, что это может быть связано с опытом, может быть связано с каким-то пробами во внешности, перекрашивали волосы, или делали серьги, или у кого-то все-таки есть уже тату, я не знаю. И на самом деле можно же эту вещь также для того, чтобы усилить динамику, особенно когда много ребят, там больше 20, сразу делить на небольшие группы для того, чтобы усилить включенность, и тогда из общей шапки все получают таск, если угадали, то получают балл. То есть имеется в виду, что некоторый соревновательный момент для определенного возраста, например, я сейчас думаю про пятый, шестый, седьмой классы, им важна вот эта включенность, она поддерживается в том числе, когда они не чувствуют дополнительный азарт. Угадали мы, не угадали, да, сделали мы верно ставку, сделали мы ставку. И в качестве финального, например, дебрифинга, может быть, о том, что нам позволяло узнавать, да, что, там, помогало, благодаря чему мы вдруг сразу все догадывались, да, или что мы открыли нового в каком-то, ну, как вариант. Я знаю, что, Нина, ты тоже готова поделиться каким-то своим энерджайзером. Да, Катя, готова. Я хотела бы продолжить тему вот этого узнавания друг друга не по имени, что тоже важно, да, а на уровне такого мира ощущения. И хочу прямо показать такую простую, простой способ, простую игру, которая, однако, опять-таки, расслабляет человека и тоже создает ощущение, что мы готовы работать вместе дальше. Потому что, не знаю, как бы, как тебя там зовут, откуда ты, но если тебе нравится то же, что и мне, я с тобой дружу. Вот по такому принципу, да. И игра называется, это не игра, это такое задание, очень легкое, мы очень часто его проводим на разных фебинарах, на семинарах, вернее, да, в каких-то, без разницы, с каким возрастом, на самом деле, со взрослыми, с детьми, с подростками. Очень интересно. Заходит здесь основное, прямо выбор содержания. В чем суть? Можно его назвать таким заданием в серии, да, а у нас в квартире газ, а у вас? Поэтому это такое кодовое название, а у вас что? И за основу, в данном случае, я беру карточки выбор за тобой от Ассоциации Российских Тренеров. Если кого-то заинтересует, потом напишите в личку, либо задайте вопрос в комментариях под видео. В общем, в этих карточках есть много разных дилемм. И мы выбираем оттуда самые простые дилеммы, дилеммы на знакомство. Вот сейчас нас не сильно много в чате, но давайте попробуем даже здесь. Если, например, вас спросят, что вы любите, чай или кофе? Давайте попробуем написать в чат. Чай или кофе? А третий ответ можно? Предполагаю, что... Ну, давайте попробуем. Ну, это ты просто со своим опытом провоцируешь меня сейчас. Давайте сначала напишем чай или кофе, а ты напиши твой ответ, какой хочешь. Посмотрим, что у нас получится. Чай или кофе? Кастерина, чай и кофе? 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 Ага, вода. Настя, давай тогда комментируй свое. Спасибо большое, дорогие слушатели. Я вижу, что вы подключаетесь к нашим тематикам. А теперь давайте смотреть, зададим вопрос. Не просто чай или кофе, а чай и почему. Кофе и почему. Здесь важна аргументация. Она может быть самая разная. Давайте еще раз поработаем с клавиатурой и напишем еще раз чай, потому что. Кофе, потому что. Настя, давай я тебя пока послушаю. Ты написала вода. Почему? Мне не надо сказать так, но потому что это мой любимый напиток, вода, и я пью воду больше, чем что-либо, чай или кофе. И, да, вот предпочитаю, да, считаю, что вода очень полезна. Вот поэтому. Это тоже, по мне, чуть позволяет узнать больше. Да, да, да. Катя, ты что любишь больше, чай или кофе? Я все, я все пью, и воду тоже. Это тоже тебе позволяет многое узнать. Да, это разное настроение. Да, вот Елена не устроила, пишет о том, что кофе, его аромат завораживает. Да, когда я полна сил и хочу вот наполниться, я пью кофе и вот отдыхаю аромат. А когда чай, потому что он, как у Анжелики, успокаивает, он утоляет жажду, он как бы разбавляет. Кофе густой, чай разбавляет. Так что, я думаю, что можно коммуницировать со всеми. Да, то есть видно сразу, что даже эта тема, она сразу легкая, цепляет людей, не требует сложных умозаключений для того, чтобы найти точки соприкосновения. Классно. И начать разговаривать. Я хотела бы еще... Да, я хотела... Да, спасибо большое, что вы пишете в чате. Еще продублируем можно под этим, раз уж вы начали писать в чате, напишите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, чтобы тоже у нас осталась статистика. Ну, так, использование служебного положения. А вообще хотелось бы добавить, что действительно волшебное по простоте задание чай или кофе, потому что когда приходит, например, группа, и они так скептически смотрят, работать или не работать, или ты знаешь точно, что впереди сложная тема, где нужно будет, чтобы люди размышляли и думали серьезно, прислушивались к себе, оценивали свое мнение. Сразу начать с серьезного мнения и серьезного вопроса, это означает ничего не сделать. А если вы начинаете с простого вопроса, как работает мозг? Ну, на этот вопрос мне несложно ответить, он ни к чему не обязывает. И отвечают, потому что, ну, это легко. И аргументировать тоже легко. Но как работает это упражнение? То есть, когда вы, допустим, берете чай или кофе, потом дальше может быть кошка или собака, это влечет за собой уже тоже больше понимания человека. То есть, он больше, если чай или кофе, про экологичность, про ароматы он больше, про, про вариативность своей жизни, да, про, то есть, это вот какие-то вещи уже у человека складываются, вот тут кто с вами разговаривает. Если это будет кошка или собака, и существует мнение, что те, у кого собаки, они более открытые миры, те, у кого кошки более закрытые. И когда идет аргументация, и даже если с первой попытки аргументация будет не очень развернута, со второй попытки будет больше развернута, и так далее. И проворачивать эту штучку можно абсолютно по-разному. Вот здесь вот описан один из вариантов, вот и на слайде, то есть, нас было очень много человек, и мы делились по кругу, то есть, у каждого была своя дилемма, и мы проходили, и с каждой дилеммой приставали к каждому новому человеку, и с ним разговаривали, что и как. Но это можно сделать по-другому. Это еще проще. Тут даже никакие карточки не нужны, и ваша фантазия вообще ничем не ограничена. Вы придумываете какой-то сигнал, который означает старт работы, и предлагаете людям найти любого человека, с кем вы хотите разговаривать. Даете сигнал и озвучиваете дилемму. И люди между собой разговаривают в течение одной минутки. Тайминг обязателен, потому что, когда время много, либо когда время мало, либо когда оно вообще не элементировано ничем, это не создает азарт. Азарт создает тогда, когда хоп, и время закончилось, а ты не успел сказать. Ну, в следующий раз расскажешь больше и четче. Да, серьезно. Когда звучит сигнал, обязательно меняют ведущие, меняют пары. Нужно обязательно поменяться и поговорить с тем, с кем еще не было, и звучит новая дилемма. Но фишечка такая, позволю себе за выражение именно слова фишечка, заключается в том, что начиная с самых простых дилемм, дальше вы можете вводить в более серьезные дилеммы. И когда вы какое-то занятие предвидите, в чем будет противоречивость, например, темы, и какую-то дилемму можно уже вывести, ну, подводить ситуацию, например, критика полезна или критика вредна. А человек, как на рельсе, он встал, и он уже едет, он выбирает и аргументирует, и он уже не останавливается. И на самом деле, тогда этот вопрос уже будет действительно актуальным, и он будет говорить на эту тему, попробуйте. Действительно, получается все, Катя. Ага, Лена, спасибо большое. Это выглядит как мостик к нашему следующему, третьему блоку, который про как раз энергайзеры, которые уже даже не с контактом, не с психологической атмосферой работают в группе, а с тем, как это можно вводить в содержание. Давайте мы перейдем к нему. И, да, это действительно такой мостик, потому что, когда мы строим такое-то наше образовательное пространство, важно, каждая деталь, и начиная с такой простой игрушки, можно выйти на серьезные темы. И третья часть нашего сегодняшнего вебинара, то есть мы разговариваем про энергайзеры как импульс к общему разговору, когда идет совместное проживание чего-то, и потом идет рефлексия, обязательный дебрифинг, по своим законам. И тогда мы можем это использовать. Из твоего опыта я могу сказать, что с подростками очень сложно разговаривать сразу ни с того, ни с сего на серьезные темы. Об этом, конечно, был более подробный наш предыдущий вебинар. Мы разговаривали про импульс и важность проживания и важность дебрифинга, но сегодня мы вот энергайзеры вам преподосим, грубо говоря, под тем же соусом, потому что их тоже можно использовать. Энергайзеры – это короткие упражнения, напоминаю, которые создают какую-то нужную нам цель – атмосферу, нужную энергию либо нужные смыслы. Итак, давайте сейчас попробуем вместе. Я предложу… Вы увидели, да, Саву? Ну, вы ее не видели, представьте. Итак, сейчас давайте вместе. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы готовы вместе сыграть небольшой энергайзер. Он волшебный. Сразу говорю, ну, очень простой, и вас никто не видит. Поставьте плюсик, если вы готовы. спасибо. Спасибо большое. Ну, и хотелось также бы в чате, чтобы вы потом написали, как вы себя вдруг в нем почувствовали. Итак, вот сейчас, смотрите, я могу двигаться. Я думаю, вы тоже можете двигаться себе перед экранами. Попробуйте, сидя, повернуться направо настолько, насколько вам возможно. Ну, так, максимально далеко направо. Попробовали? Да. Да, а теперь поверните голову налево и найдите какой-нибудь предмет, который вас чем-то зацепил. Остановитесь на этом рядом. Нашли? Нашли? Да. Ну, я надеюсь, что вы не в пустой комнате, где только белые стены, а у вас есть рядышком предметы, на которые можно остановить след. А теперь задачка следующая. Поворачиваясь направо, попробуйте увидеть этот предмет еще раз. Который мы выбрали слева. Да, да, который выбрали слева. Получилось? Да. Прекрасная растяжка. Каково ощущение? Давайте сразу, какое ощущение? Дорогие слушатели, пишите, пожалуйста, в чате, каково ощущение? Я слышу от Кати прекрасная растяжка. Настя, как тебе? Ну, я больше повернулась во второй раз направо, чем в первый раз. Да, давайте посмотрим, что отвечают наши слушатели. Получилось ли у вас дальше потянуться так же, как у Насти? Или вы просто почувствовали физическую растяжку? Напишите, пожалуйста. Здесь не всегда сразу срабатывает информация. В общем, о чем это? Это о том, что часто потом можно спросить. Как вам кажется, почему во втором случае вы повернулись гораздо дальше, чем в первом? Ну, наверное, потому что мы знали, к чему мы стремимся, то есть видели то место, которое должны достичь взгляда. как вариант. Да. Ага, как вариант. Настя? Ну, у меня, да, такая же идея, как у Кати, что как будто бы появилась цель, зачем поворачиваться, потому что изначально просто повернитесь, но я повернулась насколько могла, а потом нужно было конкретно для чего-то, и поэтому, а так как это было чуть дальше, мне пришлось и повернуться дальше, сильнее. Да, спасибо. Ну, вот, собственно говоря, маленький такой энерджайзер, вообще, о чем он может говорить? О том, что действительно, да, то есть это можно разговаривать с ребятами, можно пытаться, то есть как бы через них вытягивать, но он говорит о том, что действительно мы вывернемся, как нам нужно, если мы понимаем, для чего, если мы видим, то есть мы сейчас это поэкспериментировали, мы действительно сделали больше, как только у нас появилась просто цель, для чего нам нужно повернуться дальше. и это о важности цели, о важности мотивации и о важности того, что мы действительно должны понимать, куда мы идем и что мы хотим, чтобы действительно до этого достичь и дойти. Вот такое упражнение. Очень классное, да, и главное, притчообразное, можно очень разные глубокие смыслы вытаскивать. И главное, мне понравилось, что эта фраза, мы ее прожили через тебя, потому что мы часто это слышим, но она как-то проходит мимо, а когда ты это проживаешь, и вот, ну, это было минута времени, но ты прожил этот мини-опыт, ты понимаешь тогда, почему это актуально выражение, что если есть на цель, ты можешь сделать больше. Да. Да, и это такой очень доходчивый инструмент, как вот мы в начале вебинара говорили, Катя, ты, по-моему, да, говорила, что человеческое тело, это, ну, в английском тоже есть такое total physical response, называется, когда мы всем телом живем, разговариваем, и тут мы всем телом чувствуем, что действительно пришлось потянуться дальше, это было некомфортно, но мы все равно это сделали, потому что мы понимали, зачем. То есть о важности цели, о важности понимания. Очень комфортно, да, потому что мы сидим в онлайне, нам хорошо повернуться, и опять-таки физически подвигаешься, хорошо, а тут, видите, не просто физически подвигаться и поразмяться, бесцельно, а мы тут, действительно важно понимать, зачем я вообще это делаю, чтобы сделать лучше и круче и больше. Мне кажется, это очень классная метафора энергайзера. Можно продолжать дальше. Что еще есть? Давай, ну вот мы дальше продолжаем. Последний блок как раз именно вот про такие смысловые энергайзеры. И хотела бы еще один пример привести, рассказать. Это тоже игра. Игра веселая. Часто она используется просто как игра для вечеринок, например. Очень прекрасно заходит для дней рождения. Если вдруг вам нужны инструменты повеселиться, это будет отлично. Но если вам хочется разговаривать ненудно с детьми и тоже доносить простыми вещами какие-то смыслы, можно сделать точно так же. Можно сначала детей развеселить, а потом провести дебрифинг. Как это делается? Часто то есть вы берете какую-то музыку энергичную и предлагаете детям сыграть в следующую игру. Вся группа остается в помещении класса. Один человек отправляется за дверь. Внутри класса оставшиеся дети договариваются либо взрослые договариваются, что кто-то из них будет начинать движение, а все остальные и будут с ним показывать. Причем периодически этот ведущий должен менять движение, и все остальные тоже должны уследить и тоже менять движение. Потом мы приглашаем человека обратно и включаем музыку и смотрим, что происходит. Тот, кто вошел, пытается понять, кто вообще дает импульс ко всему, кто ведущий, кто заводит игру. Казалось бы, что это сложно и непонятно, но на самом деле всегда получается у всех угадать, кто ведущий, проследить, с кого все копируют. Это все сложно, но это и весело, потому что все остальные это танцуют, они двигаются, они веселятся. Можно так проигрывать несколько раз, но почему я говорю, что иногда инструменты игровой можно использовать как энергайзер. То есть они поиграли минут пять, например, музыкальный, ну, пять-семь минут. от общего времени это не так много, а потом можно сесть и подумать, о чем собственно игра, то есть провести такой дебрифинг. Как себя чувствовали те, кто был в кругу? Вот по опыту, как вы думаете, что могу сказать те, кто чувствовал, в кругу танцевали? Как они могли себя чувствовать? Ну, это же весело, я же в курсе всей этой затеи, я знаю правила, я знаю, на кого подглядывать, и мне очень интересно, как догадается или нет тот, который ничего не знает. Да, такое чувство локтя, да, появляется, и такое чувство комфорта, когда я в команде. А потом вы задаете вопрос, например, а как себя чувствовали те, кто угадывал, который выходил, который пытался понять? Вот как вам кажется, что какие чувства может описывать этот человек? Ну, это растерянность такая, когда ты, особенно, когда ты много раз не можешь угадать, например, а всем вокруг весело, все танцуют, получают удовольствие, а ты не понимаешь, что происходит, и где этот человек. Как тебе хочется уже скорее угадать, и встать в круг к этим людям? Например, да. Да. Еще я думаю, что... начинаешь всматриваться. Еще я думаю, что это ощущение, то, что вы все в розыгрыше против кого-то. У вас у всех шалость удалась, а у него еще, или у нее, как бы, пока нет шансов. Да, да, да. После того, как вот люди обменялись чувствами, как они, то есть они, конечно, поиграли, они расслабились, они посмеялись. И почему это здорово? Потому что, когда человек посмеется, он готов работать без сопротивления. Это такой волшебный инструмент улыбки. И если вы задаете вопрос, например, о чем эта игра в нашей жизни? Какие вы видите мостики соприкосновений? Почему я вообще эту игру проводила? Здесь начинают люди думать. И здесь все зависит, конечно, от контекста вашего класса, и на что вы направляете игру. Очень часто удобно эту игру использовать, когда, например, в классе новенький. И когда вы понимаете, что ему... либо несколько новеньких, когда им тяжело адаптироваться. И проблема является в том, что весь сплоченный коллектив уже не хочет его принимать, например. Либо ему тяжело вообще подружиться с кем-то, говоря простым языком, потому что уже сложились конкретные пары, тройки, группы, и у них уже все хорошо без каких-то лишних дополнительных людей. И тогда вы можете завести вообще разговор. А чья это ответственность, что человек вы принимаете либо не принимаете? Хотели бы вы себя чувствовать на месте тех, кого не принимают? Маленькое такое вот... Опять фишечку буду использовать слово. Если вы как педагог направляете эту игру вот на ситуацию принятия либо не принятия, очень важно за дверь отправлять тех, кто обычно является источником конфликтов в классе, которые вот всех задирают, чтобы они прочувствовали на своей шкуре, что это значит такое, когда все против тебя по ощущению, когда ты не можешь угадать вообще, что происходит, что все по своим правилам играют, а ты стоишь такой растерянный, чтобы они это прочувствовали, чтобы хотя бы кто-то из них сказал, ну да, это не очень комфортно. А ему это будет сложно сказать, потому что обычно он с той стороны, кто заводит игру, да, например. И тогда уже может состоять разговор о чем это, о том, что вот убирать противостояние, выстраивать сотрудничество, договариваться между собой, о том, что не всегда, а еще такой важный вопрос, а действительно ли те, кто, которые заводили игру, действительно ли они против тебя играют? И тут важное понимание, осознание, что они не против тебя играют, просто они играют. Ты им не враг, ты просто тот, кто угадывает, да. И здесь вот это вот важно, вот разрушить ситуацию враждебности, что это игра, в которую пока ты не играешь, но ты можешь точно так же в нее играть. И это тоже очень здорово работает, могу от тебя сказать. Лена, ты можешь еще раз технически повторить, как звучит задание для человека, которого отправили в коридор? То есть технически он знает, что нужно. Которого отправили в коридор. То есть как звучит его технически? Здесь можно по-разному делать, можно карты рассказывать, можно не раскрывать карты. Когда он заходит, его задача угадать, кто начинает движение, кто заводила такое в игре. Да. Окей. Да, я бы здесь запомнила, что человек, выбирается человек, который выходит за дверь, а потом группа должна также выбрать человека, который, ну, начинает это движение. И задача всей группы делать максимально так, чтобы этот человек не угадал, кто заводила. То есть, ну, это тоже имеет смысл проговорить. И, конечно же, удачнее будет упражнение, когда каждый раз будет выходить, ну, можно повторять тоже три-четыре раунда с этим, каждый раз будет выходить новый человек, и каждый раз, условно, будет заводила выбираться новый из группы. И это тоже... Да-да-да. Спасибо большое. Это иногда раскрывает ребят, которые, например, более спокойные или там более скромные, когда они чувствуют, что там в итоге прожектор направлен на них, они заводила как бы, да, за ними повторяют класс. Это тоже такой элемент поддержки от группы, да. Ты как бы задаешь тон, ты задаешь тенденцию, и все, весь класс за тобой повторяют какое-то движение. Это тоже дополнительный эффект, который может случиться. Да, спасибо большое за дополнение, потому что действительно эти нюансы, они важны. Ну, и еще раз повторюсь, да, совместное проживание, потом рефлексия и выход на большие важные разговоры либо тему, либо какие-то важные разговоры. То есть это вот такие энергайзеры со смыслом. Идем дальше. Это как бы для классных часов, да. А здесь вот есть еще энергайзеры для темы. Да, как мы говорили, энергайзеры с разными целями могут использоваться, в том числе, чтобы какую-то новую информацию завести или улучшить какие-то, не знаю, улучшить знания, дать новые знания школьникам, не знаю, учащимся. И вот это очень экспресс, такой инструмент, энергайзер, перед тем, как, ну, например, начать урок занятия, это даже может быть предмет, и вам нужно какую-то тему начать изучать. И можно попросить ребят три слова от каждого человека подумать над тремя словами-ассоциациями, которые приходят в голову, когда слышат эту тему. Условно, начинаете вы по предмету, ну, у нас было про Броуновское движение, да, вот тема у вас, Броуновское движение, да, и вы можете спросить. Вот три ассоциации, какие три мысли, когда вы слышите это, вы еще тему не знаете. У кого-то это может быть, там они скажут, ой, где-то там слышат, там, не знаю, химия, физика, что там, не знаю, атомы, интерес, что угодно могут сказать. Потом их можно, на этом можно закончить, но можно уйти на следующий уровень, и после индивидуальной работы объединить их в мини-группы, чтобы они внутри обсудили свои ассоциации и пришли от каждой группы как раз с тремя ассоциациями и рассказали их. Тогда это будет там не каждый, не все 20 человек вам ответят, а там, не знаю, три группы по 7 человек вам ответят, да, это будет быстрее. А можно пойти еще дальше и попросить эти три группы, изобразить эти ассоциации, чтобы другие угадали. Это тоже дает возможность посмеяться, обсудить вообще, какие мысли витают в классе по поводу той или иной темы предметной, либо непредметной, либо тему классного часа, да, какого-то. И измерить условную температуру педагогу дает возможность этот инструмент, чтобы понять, например, на что сделать упор. Если очень много мнений, не знаю, страх, какие-нибудь преобладают негативные ассоциации, то учитель может сгладить это, да, где-то углубив информацию, где-то может быть дать дополнительный материал, где-то наглядность усилить и так далее. Поэтому можно по-разному использовать и можно вообще уйти в цифровое и эти три слова попросить не написать, а там в облако слов загнать. Ну, в общем, тоже использоваться может по-разному этот инструмент и адаптироваться к любой теме. он разогревает именно мыслительную деятельность. Я бы сказала так. Да, спасибо. Можно я здесь сейчас такой несогласованный спойлер кину? У нас в мае будет вебинар про разные креативные формы рефлексии. И я буду рассказывать про именно вот того, как вот эту игру поставить на службу рефлексии. И как с такого простого энергиозера, ну, только это первый этап, который был, а там будет три этапа, я буду рассказывать, как сделать так, чтобы мы поиграли в рефлексиве, а потом она вышла на глубокий, серьезный уровень. Поэтому приходите на наши вебинары в последующем. А пока мы продолжаем. А тогда я, можно тоже чуть-чуть эфира займу тем, что у нас есть прошлые вебинары, и мы тут так много говорим про дебрифинг. Вот у Лены было, как правильно же, большая часть зависит от того, как грамотно просто поставить вопросы и провести это обсуждение. А это было на нашем прошлом вебинаре. Поэтому, чтобы узнать, как дебрифинг провести, например, к упражнению, к энергиозеру про танцы, можно посмотреть наш прошлый вебинар в том числе. Это, да, там очень подробно, все со схемами и на нескольких примерах рассказано, и прямо такой инструктаж, как действительно проводить дебрифинг, чтобы он не превратился в ля-ля-ля, ни о чем, а вышел действительно на смысл. Итак, мы идем к нашему последнему примеру. Катерина. Да, я хочу, как всегда, показать пример по работе с музейными произведениями. И когда я размышляла о том, как это назвать, потому что это не готовое упражнение, это скорее подход. И мне кажется, что люди, которые хорошо же владеют своим содержанием, на любом уроке, особенно, например, гуманитарные направления, они могут легко перенять это как идею, как метод. Гиммификация нового содержания. Это особенно важно, когда, вот если я сейчас буду говорить фигурально, мы находимся в начале выставочного пространства, где будет много-много картин, произведений и работ, с которыми мы хотим познакомить участников. Но прежде чем туда идти и пытаться все им показать, каждый экспонат, каждую картину объяснить, доказать важность и нужность всем 12-летним, 15-летним детям, зачем это им нужно знать, это название, этой картины и так далее. То есть в какой-то момент нужно... Это вообще возможно? Это невозможно. Но как бы я переношу эту аналогию на учебные процессы и понимаю, что Министерство просвещения и учителя пытаются, что это возможно. То есть можно запихать все стихотворения, всех русских поэтов в один учебник или в один курс. И все время все жалуются, что надо увеличить количество часов и так далее. И я, как человек, который тоже радеет за свое дело, я их прекрасно понимаю. Мир огромен, как только ты начинаешь погружаться в какую-то область, он становится для тебя бесконечным. И все это бесконечно, если ты хочешь в течение 40 минут вылить на головы прекрасных детей. И тут нужно, конечно, сказать себе стоп. И о чем мой пример? Это то, что очень круто, когда мы, опять же, зависаем, останавливаемся и очень четко знакомим детей, участников с каким-то главным принципом или с главной установкой или с главным каким-то способом либо анализировать, либо понимать нечто другое, куда они могут это по аналогии применить. И вот, например, здесь у нас есть фотография, на которой недавно выставленный в музее художник Виктор Сачивко нарисовал огромное количество эмоций, таких эмоций. С этого начинается бы выставка, и по большому счету мы дальше, на самом деле, не ходим. Для нас это очень классный старт для многих других произведений в музее, которые связаны с современным искусством. Непонятные, противоречивые, сделанные из каких-то странных материалов, о каких-то непонятных вещах и очень неутилитарных. Ты даже не знаешь, как это применить в своей жизни. Но вот ты это увидел, и что дальше? И это много вопросов, которые вызывают у участников скепсис какой-то. И вот, например, что мы здесь предлагаем. Мы предлагаем, допустим, вдруг участникам серию вопросов, которые по аналогии, Лена, с твоим примером, раскручивают мозг от самого простого к сложному, потому что мы видим, какие эмоции изображены. И дальше предлагается очень такой парадоксальный способ. Это такой как раз тот прием, который, мне кажется, можно и классно использовать на других гуманитарных предметах, когда мы переворачиваем. А если мы, как зрители, как посетители, видимы для картин? Окей, если среди них есть те, которые улыбаются, давайте им тоже улыбнемся. А если среди них есть те, которые... Кто-то видит, какую-то эмоцию, картинку, которая смотрит на вас с восторгом. Вот ребята выбирают. Окей, а если на нас смотрят с восторгом, то как мы встаем, как мы двигаемся? И, например, это можно докручивать до того, что если какие-то эмоции или выражения вот здесь, лид смотрит на вас, ну, не то чтобы с яростью, но с недоброжелательностью как минимум. Вот если мы посмотрим дальше, то, что можно применить. И, например, как один из вариантов, то, что давайте мы их тоже напугаем. Лена, если ты покажешь, то мы как раз увидим фотографию, на которой ребята пугают картины в музее. С одной стороны, это очень сильно всех смешит, потому что, ну, это громкий крик. Вы по-настоящему, у вас сразу не получается всех напугать. Вам приходится сконцентрироваться все вместе, пугать хором. И после этого очень классно выходить на те вопросы, а что мы сейчас с вами делали, а для чего, а почему вообще эмоции так близко связаны с современным искусством. А то, что, например, современное искусство без эмоциональной составляющей, оно как бы невозможно его рассматривать, что чаще всего искусство пытается достучаться до наших чувств и эмоций, и как мы это чувствуем, и готовы ли мы останавливать свое внимание и вкладывать туда свои интерпретации, только в этом месте происходит, например, проживание этого ощущения, что это и есть произведение. И если мы потратим на работу с этим произведением через такие двигательные эмоциональные практики, может быть, даже слегка театрализованные минут 10-15, нам не нужно потом каждую работу на этой выставке доказывать, почему она цена и о чем она. То есть главное, что понят и, скорее всего, присвоен сам принцип понимания, что я смотрю на произведение искусства и чувствую эмоцию. И вот в этом месте случается пересечение меня и произведение искусства. Когда мы обсуждали, да, было в том что... Ага, Лена. Очень классно на самом деле. Мне это так компонирует. То есть идет такое присвоение вот такого корневого смысла, который вообще закладывает в мероприятие образовательное разговор через эмоции, насколько я сейчас слышу, понимание того, что ко всему можно относиться и что автор закладывал какие-то эмоции. И действительно потом не надо это объяснять, потому что здесь прожит вот этот смысл первоначальный. И ребята прошли ситуацию, видно, что они не просто так, да, вдруг кого-то там пугают со всех сторон, видны искренние эмоции. И они на этой эмоциональной волне, конечно же, будут воспринимать все по-другому. Если поначалу может показаться, что это пустая трата времени, какие-то там энергайзеры проводить, но по факту проведя энергайзер и направив его в нужную нам цель, мы получаем гораздо больше выхлоп и меньше нужно объяснять. Вы никогда лекционно не добьетесь такого эффекта, который можно добиться через простой энергайзер, когда вот так вот дети на тебя кричат и то есть они в этот момент в процессе, они в действии, они чувствуют и они это проживают и это их их собственный опыт, тот, который они получают внутри через свои собственные инсайты, через эмоции и это очень замечательно. Спасибо вам большое, Катя, за такой пример. Я думаю, что мы можем еще, конечно, финальный слайд. Еще, конечно, хотелось бы сказать, что не всегда, к сожалению, такие вот возможные варианты в пространстве школы, поэтому все, кто красноярские, я вам крайне рекомендую приходить к Кате на программу в музей книга-игры, чтобы ваши дети погрузились в эту необычную атмосферу самого музея и попали в цепкие руки грамотных ведущих, модераторов, которые донесут до них основные принципы современного искусства через грамотные инструменты. А мы с вами можем взять Катин опыт и переложить на наши образовательные пространства уроки, классные часы и так далее. Спасибо. Спасибо. Итак, хотелось бы подытожить. Есть вот прекрасная картинка с мишенью. Это говорит о том, конечно же, что, начиная мероприятие, начиная урок, мы, конечно же, имеем какую-то цель. И под эту цель мы можем подобрать нужный нам инструмент. И мы можем начать с энерджайзера. Очень даже неплохое начало, я вам скажу. И, наверное, мы сегодня все в этом убедились, что если, например, вам нужно поднять уровень энергии, либо успокоить, либо сфокусировать группу, это энерджайзеры одного типа. И вы можете прямо искать в поисковике, выбирать нужные вам их много в интернете. Мы систематизировались, они выбрали наши самые любимые, наверное, энерджайзеры, но их много-много. То есть не все они идут на... И не все они одинаковые. Первый тип сфокусировать энергию, работать с энергией группы, либо успокоить группу. А второй тип это когда нужно создать безопасное пространство и сделать такой задаток, чтобы люди вступали друг в другом в разговор. Создать атмосферу безопасности, создать ситуацию одного эмоционального настроя, может быть, даже уже не энергия, а вот таких смыслов, понятий. Понятие, что здесь можно быть открытым, потому что вот какие-то сработали другие средства, которые, может быть, были незаметны, которые выглядели как игра, но психологически вы понимаете, что дети будут ваши и они будут работать так, как вам хочется. И третий вариант это когда мы используем энерджайзеры, простые маленькие короткие упражнения, чтобы подвести к теме, чтобы выйти на какое-то обсуждение, чтобы вместе прожить этот опыт, чтобы потом действительно сложился дебрифинг, сложилось обсуждение по законам дебрифинга, которым был предыдущий вебинар. А сегодня было несколько примеров про энерджайзеры. Собственно говоря, все. Давайте сейчас, пока я немножко расскажу про то, что у нас осталось. Всего лишь два вебинара в этом учебном году. Напишите, пожалуйста, в чате, что вам откликнулось больше всего, какой из типов энерджайзеров, возможно, либо какая-то мысль краткая, которая называется иностранным словом инсайт, ну, на русском озарение, что что-то можно сделать по-другому, например, и что-то я беру к себе в работу. И пока вы формулируете в чате ситуацию, расскажу немножко, что у нас осталось всего лишь два вебинара. 19 апреля мы будем работать по теме, что работает на сплочение класса, и будем рассматривать разные примеры программ, и как можно примеры программ переложить на обычные уроки нашей обычной ежедневной деятельности. И 19 мая тоже будет восхитительный вебинар, я считаю, потому что он будет про рефлексию, про понимание того, где и сейчас, и как это сделать, и чтобы это было не нудно, интересно, увлекательно, и вообще походило на вечеринку, либо на какое-то творческое мероприятие, как это сделать, мы тоже будем рассказывать. Это будет про ценность рефлексии. Вот. У нас все. Спасибо большое за внимание. Я вижу, вы не успели написать в чате. Предполагаю, как оптимист, что у вас просто много мыслей по разному поводу. Мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Спасибо всем, кто подключился. Надеюсь, что было полезно, что вы смогли, не пожалели о потраченном времени, что вы с нами здесь, и что вы присоединитесь к нам в следующий раз. Спасибо большое и до встречи 19 апреля. Спасибо большое, до свидания. Приятно, что вы отправляете слово спасибо. Значит, было полезно.